Всем привет! С вами Алексей. 19 апреля 2021 года. Харьков, Украина. И очень важное видео, коротенькое сделаю, о необходимой первой обработке фундука. Почему уже можно? Вот смотрите, листочки подраскрылись, можно было даже немножко и раньше. Погода прекрасная, сейчас есть легкий ветерок, сейчас он успокоится и начну обработку. Также я буду обрабатывать не только фундук, а и все растения, которые подраскрылись. Вот смородины это касается. В общем, везде, где почка уже треснула, можно было, видите, даже чуть раньше проводить. Чем я буду это делать? Значит, как всегда, опрыскиватель и на 10 литров воды комнатной температуры, свежеприготовленным раствором, он хранится не должен долго, раствор нужно выработать сразу. Насколько я помню, максимально это до суток он хранится. Буду проводить вот таким препаратом, называется Хорус. Делает Швейцария, компания Сингента. Только оригинал нужно использовать. Оригинал покупается у дилера или в крупных торговых сетях. Либо через интернет, но вы должны очень хорошо доверять этому магазину. Значит, какие важные моменты? То, что не должно быть ветра, я вам сказал обязательно, либо ветер должен быть очень-очень маленький, не более чем 3 метра в секунду. Но я стараюсь, чтобы ветра не было вообще. Тогда обработка будет очень комфортная. Так, вот, видите, все уже в этом году. Год очень странный. Растения по-разному распускаются. Ну, ничего страшного. Единственное, что, конечно, если будут заморозки, то вам надо будет прикрывать. Это обработка не первая у меня, но у кого молодые растения, кто купил молодые растения и пока еще не сильно переживает насчет ореха, то надо будет вот как раз сейчас сроки обязательно обработать. Как раз дожди обещают. Такой препарат вы можете использовать и другой препарат. Но Хорус, чем хорош, он впитывается в растения, в эти молодые листочки. И через пару часов, даже если пойдет дождь, это уже не страшно, скажем так. А контактные препараты, они просто смываются дождями. Вот такая ситуация. Вот. Сорт каталонский. Отпылил, кстати, в этом году. Это однолетнее растение. Высота где-то около полутора метров. Сережки, были цветочные почки. Собирается вступать в плодоношение. То есть был нормальный саженец, и за ним был хороший уход, скажем так. Сейчас покажу еще отводки, которые я уже подпригибаю. По сорту трапезунт и другим сортам. Вот так выглядят подпригнутые отводки. То есть они не полностью пригибаются, они чуть-чуть пригнулись. Чтобы я уже понимал количество, лишнее убрал. И уже тоже это все будет обрабатываться, естественно. Все почки должны получить свою порцию, так сказать, лекарства. Так, ну не знаю, вроде бы все сказал. Может что-то и забыл. Ну, надеюсь, особо ничего не забыл. Все такие важные моменты и азы сказал. Что бы еще можно было добавить? Обработка очень обязательная. И таких обработок для вас, у кого молодые растения, особенно, надо будет сделать 4 штучки. Значит, 2 из них с интервалами примерно 2 недели. 10 дней, 14 дней. Надо будет сделать препаратами. Хорус. Две потом последующие можно сделать препаратами Скор. Этой же фирмы, Сингентовской. Это проверенные препараты. Это не реклама, просто проверенные. Я поэтому их рекомендую. Конечно, вы можете их заменить. Кто там сильно за орешек переживает, если у вас там будут какие-то орешки. Дело в том, что, понимаете, ранневесенняя обработка, но она никак не повлияет на самом деле. Она сейчас только на пользу пойдет, естественно. Но если уж сильно переживаете, вы можете заменить другими препаратами, типа биопрепаратов. Но тоже, опять же, только брать оригиналы, только в проверенных местах. И, соответственно, все делать обязательно по инструкции. Это очень важные моменты. И только так вы сможете получить хорошие результаты. Ну все, не буду сильно задерживать ни вас, ни себя. Сейчас немножечко ветерок успокоится. И буду спокойно проводить обработку. Вот такая ситуация. Вот подпригнутые отводки. Это все вам я трапезун показываю. Только на вот этом маленьком рядке планируется получить до 700 хороших товарных саженцев. Все. На этом буду заканчивать. К этому всем, кому понравилось, поставьте, пожалуйста, огромный лайк этому видео. Пожалуйста, выполните рекомендации, которые я вам советую. Поверьте мне, у меня очень большой опыт уже. Я уже на своих ошибках подучился и плохого вам не посоветую. Кому очень понравилось, поделитесь, пожалуйста, с друзьями. Там есть строчка поделиться. У кого есть вопросы, напишите в комментариях. Я постараюсь обязательно ответить вам на ваши вопросы. Ну и на этом, наверное, буду заканчивать. Если вы еще не успели подписаться на канал, можете подписаться и не просто так, а с колокольчиком прожать, получать уведомления все. Там звонящий колокольчик такой. И тогда вы будете получать все видео с канала и ничего важного не пропустите. Постараюсь вам все освещать. То, что я буду делать, то вам все расскажу. Итак, под пригнули, но не пригнули к земле. Отводки, так как могут быть возвратные заморозки. Если у вас есть, конечно, что пригибать. Вот. И сейчас делаем первую, самую важную обработку. Если у вас растения уже более взрослые, скажем так, то обработка эта уже может быть далеко не первая. Но для всех, у кого небольшие растения, на которых не планируется огромное количество ореха, даже если пару орехов планируется, ребят, брызайте и будет вам счастье. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный-огромный привет из Харькова. И всем пока.